Выращивать внутренние органы, как грибы, конечно, в лабораторных условиях и за большие деньги. Скоро смогут и в Самаре. Более того, региональный центр клеточных технологий уже проводит эксперименты. Эти опыты в будущем помогут медикам спасать жизни. Пока же, благодаря работе этого центра, новые жизни как раз-таки и появляются. ЭКО, искусственные выращенные органы, всё это их профиль. Татьяна Пудова о технологиях будущего. Всё стерильно и никакой косметики. Но от неё эти дамы готовы отказаться ради науки. Действия отработаны до автоматизма. Открыл дверь, зашёл, переоделся в костюм. Здесь выращивают стволовые клетки. В результате именно этот биоматериал сможет заменить жизненно важные органы. Внедрены клеточные технологии, а именно внедрена трансплантация стволовых клеток по повинной крови в практическую медицину. 42 трансплантации прошло успешно. Эта технология, которая использовалась за рубежом уже больше 30 лет, шагнула и в нашу практическую жизнь в России. Специалистам Самарского областного центра клеточных технологий за 10 лет удалось создать один из крупнейших в России банк по повинной крови. Сейчас он заполнен наполовину — 8 тысяч образцов. Учёные будут конструировать, пока для животных лёгкие артерии. Следующим этапом станет человеческий организм. В планах создания нижней челюсти такого в регионе ещё не делали. Пока для центра это относительно новое направление. А вот процедуры ЭКО уже отработаны годами и доступны за счёт областных денег. Всего, как и в прошлом году, это 900 попыток за счёт средств государства. Но мы ставим очень понятные условия для супружеских пар, что они должны стоять на учёте в центрах здоровья. И они должны стоять на учёте брака и семья. То есть нужно полностью вот те бюджетные мотивации, те средства, которые государство выделяет, чтобы у нас всё-таки процент состоявшихся этих попыток был намного больше. Всего же за пять лет с помощью экстракорпорального оплодотворения в регионе на свет появилось 625 детей. Татьяна Пудова, Олег Айдаров, Новости губерния. Субтитры создавал DimaTorzok